Всем привет! Обзор мобильного телефона Ergo E181DS, то есть что значит Double SIM с двумя SIM-картами. Стоимостью примерно 20 долларов, даже чуть меньше, даже где-то 18 долларов стоимость данного мобильного телефона. У нас TFT 177 дюйма дисплей, есть радио, две SIM-карты, фонарик и батарейка 2500 мАч, что для такого мобильного телефона очень много, у него будет очень хорошая автономная работа. Так, открываем, вскрываем мобильник. Ладно, срежем пломбу. Открываем, смотрим, что у нас будет в коробке. Собственно, сам мобильный телефон, гарантийный талон, документы, батарейка отдельно и зарядное устройство. Все, больше нет ничего. Зарядное устройство цельное, с кабелем microUSB. Мобильный телефон. Так вот это выглядит. Такой классический дизайн. Задняя крышка рифленая, но она такого, как будто с глянцевого пластика. Прорезь для динамика. Есть у нас смарт-камера. Это фонарик, быстрая кнопка. Ну, давайте поставим батарейку. Для этого нужно снять заднюю крышку. Мы ее снимаем. Есть. И ставим батарейку. Большая батарейка, 2500 мАч. Сразу смартфон, смартфон, говорю, мобильный телефон от этого станет в два раза тяжелее от того, чтобы туда поставить батарею. Так, тут у нас SIM-1, обычный формат SIM-карты. SIM-2 это микросимка. И microSD карточка, слот для расширения microSD. Ставим батарейку таким вот образом. Закрываем крышку. Вот. И включаем наш мобильный телефон. Он там включился. За пленочкой не видно. Пленочку сняли. Такой вот маленький экран. То есть, видим, что вот это вот пространство, как будто для экрана, оно значительно больше, чем сам размер экрана. Экран совсем маленький. Заходим в меню. Тут у нас фонарик. Такой мощный фонарик. Их прям два. Полноценный фонарь у нас получается, а не телефон. Микрофон. Тут. MicroSD порт. Порт для наушников. Микрофон. Два огромных фонаря. И смарт-камера. Давайте посмотрим, что это у нас тут за смарт-камера. Ну, тут телефонная книга, мультимедиа, игры. Nitro Racing. Сообщения, профили. Ну, все стандартно. Так, а где камера? Кнопки странно нажимаются. Нечетко. Вот это вот левая верхняя. Не знаю, может это у меня какой-то такой непонятный брак. Так, хорошо. А где выход в камеру? Кнопки отдельные для камеры я не вижу. Так. 0,3 мегапикселя. Самая простая камера. В мультимедиа камера. В мультимедиа камера. Переходим. Вот. И видим камеру. 0,3 мегапикселя. А в чем она смарт. Ну, это, наверное, просто так написано. Просто самая обычная камера. Радио FM, галерея, диктофон. И есть видеокамера. Но нет памяти для того, чтобы записывать видео. То есть, память вот минимальная. Так, а что у нас по памяти? В своей памяти 64 мегабайта. Оперативки 32 мегабайта. Вот. И есть слот для microSD. И максимальный объем microSD-шки 16 гигабайт. Так что больше смысла покупать нет. То есть, только 16 габайт минимальная. И тогда можно будет что-то сюда вставить. То есть, можно 2 гигабайта, 4, 8, 16 гигабайт поставить. И снимать видео, закачивать еще какие-то дополнительные игры. Ну, в общем, такой вот телефончик. Из плюсов мощный фонарик. Большой объем батарейки. И, конечно, цена. Из минусов маленький экран. Камера есть, но она очень, конечно, слабоватая. И, в принципе, достаточно такой очень-очень прям простой функционал. То есть, самый-самый такой простецкий. Минимальный функционал самого меню. И оно все маленькое. То есть, вот этот вот маленький экран. Если мы там покупаем кому-то этот телефон, да, кто слабо видит. Стареньким людям, бабушкам, дедушкам. То вот, ну, экран, мне кажется, прям очень маленький. Нужно смотреть. Мобильный телефон. Он с функционалом, да, он тут простой. Это плюс будет для стареньких людей. Но маленький экран, это будет минусу. Что-то рассматривать на нем будет тяжелее. Вот. Но из плюсов цена. Мощный фонарик. Батарейка. Есть. То, что есть камера, это плюс. И одновременный минус, потому что она тут очень плохая. Вот. И минус маленький-маленький экран. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на CallMaxiMobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.